Есть такие люди, которые меня понимают, все-таки есть ближний круг, которым вот разделяет мое мировоззрение, мое убеждение, а очень многие не понимают, начиная от элементарных вещей, от того, что я говорю, что утром, когда ты проснулся, выпей стакан воды, чисто питьевой воды. Вот даже в этом мне тяжело найти понимание, и такие вещи нам приходится убеждать. Даже я тоже там не говоря большим. Я не всегда нахожу понимание своему хорошему настроению. Я буквально каждый день на улицах города борюсь за свое хорошее настроение, я свой позитив пытаюсь сохранять, потому что ты вышел на улицу, тут тебе фыркнул сосед, ты с ним поздоровался, он на тебя посмотрел большими глазами, что-то там буркнул, потом тебя кто-то нахамил на дороге, подрезал, потом продавщица опять-таки сквозу, что-то сказала. Ты всем улыбаешься, просто пытаешься быть спокойным, позитивным, ну вот такое ощущение, что они все против тебя воюют. Если ты не хочешь улыбаться, там есть какая-то причина, тогда да. А если ты просто забыл, потерял, разозлился, эмоции взяли на тобой вверх. На самом деле у нас очень много людей живут под эмоциями. И для многих людей открытие, что эмоции это то, чем можно управлять. Ты можешь быть злым, добрым, спокойным, веселым, любым. И эмоции нужно контролировать, это помогает. Иногда об этом забываешь. Забываешь о том, погружаюсь, там каким-нибудь мыслью хочешь куда-нибудь. Я, например, там редко бываю злым и раздраженным, но я бываю задумчивым. Я могу вот уйти вот в это свое идеальное общество, там продумывать, там какие-то свои мысли, сюжеты. При этом я забываю о том, что нужна улыбка. Ну, улыбнулся и все хорошо. Сохранять внутреннее спокойствие. Это контроль эмоций. Если внутри у вас все хорошо, все спокойно, вы сможете сохранить это хорошее настроение. Ну, и помнить об этом. Об этом, что нужно улыбаться. Потому что такой элементарный прием психологический, что натяните улыбку. Если вы не можете улыбнуться, просто заставьте себя улыбнуться.